добрый вечер уважаемые друзья коллеги партнеры если меня слышно хорошо и видно нормально поставьте пожалуйста плюсики в нашем чате вот сегодня у нас скажем аншлаг до комната переполнена жаждущими узнать что-то новое вот такие вебинары у нас проходит раз в неделю по средам ну что могу сказать добавить мир над себя то что вы знаете практически на каждом вебинаре по личному кабинету потому где что находится у нас личном кабинете как работы скажем так целым рядом функций которые в нем находятся у нас все время будут какие-то новости поэтому принципе заставить действительно кого-то просто тратить время лишний час на то чтобы разобраться как он знает как он считает что он все знает да и кого-то привязать невозможно но могу сказать следующее то что те кто будут сегодня вебинаре ну по крайней мере что-то новое точно узнать вот особенно те которые не так часто заглядывают личный кабинет да и не интересуются там все уголки его не обшаривают в поиске чего-то нового вот ну я думаю что вы не относитесь тем людям которые все время ищут что-то новое да это уже может быть патология какая-то может быть ну а так в целом у нас обновление личного кабинета происходит фактически еженедельно добавляются новые функции и цель руководства компании сделать его скажем так удобным да чтобы люди могли приобретать акции увидеть информацию о том что они сделали ну еще более скажем доступно более наглядно более просто что ли да вот кстати нас как я говорил не так много вот если те кто достаточно давно не был личном кабинете либо все-таки относятся к категории тех которые не все знают где у нас и что можно посмотреть личном кабинете есть такие есть то цифра 1 даст мне сигнал о том что такие люди имеются вот поэтому если вам не сильно сложно нажмите пальчиком цифру 1 вот и мы с вами дальше пойдем по нашему вебинару разбираться что же у нас где находится так коллеги а еще такой вопрос вот те кто еще находится в комнате нас не так много поставьте ту цифру да какое количество раз вы были на вебинарах по личному кабинету вот оставшиеся до который единицу не нажали но еще у нас на клавиатуре есть цифра 2 3 4 5 6 7 0 6 7 нажимать не надо потому что вебинаров таких было гораздо меньше чем 6 7 я например на 5 но вот я не помню проводил ли опять вебинаров по личному кабинету да так таисия 3 вот таисия наверно да то есть три вебинара у нас точно было вот насчет 4 вот у меня как-то в памяти не отложилось да и вообще кстати цифра 4 вы знаете что цифра 4 это та цифра которую не любят китайцы вот потому что она для них означает что-то связанное скажем так ситуацию ухода в поля охоты вот поэтому цифра 4 у них редко где фигурирует но они зато любят цифру 8 это два раза по 4 это коллеги марину было однажды хорошо так сейчас я отключу телефон итак коллеги все в порядке я к вам вернулся так четыре итак коллеги все в порядке я к вам вернулся так четыре означает ну я не хотел слова произносить да вот но тем не менее людмила написала что означает цифра 4 у китайцев вот но они кстати представляют себе вот эту женщину не так как мы не как тетку да в простыне из косой вот и непонятно с каким выражением лица все немножко проще ну ладно оставим в покое цифру 4 итак друзья вебинар у нас сегодня будет как и предыдущие например и неделю назад да то есть нас получается все таки наверное три вебинара было по личному кабинетам вот я поделюсь с вами экраном и мы с вами пройдемся по меню личного кабинета что у нас где находится я вот нагло заявляю что уже буквально где-то на 3 5 минуте я думаю целый ряд из вас кстати есть такое случится просто скажем так мы поставьте там три пятерочки да увидите что-то новое в личном кабинете сейчас я нажимаю кнопку поделиться экраном она немножко прогрузится вот вопросы если у вас какие то будут возникать не только скажем так с личным кабинетом но с компанией skyway капитал в целом вы сможете не написать конце вебинара договорились вот сейчас буквально еще несколько секунд итак коллеги я нажимаю кнопку начать трансляцию рабочего стола если кто-то дашь мне сигнал что она пошла буду вам благодарен итак мы зашли в личный кабинет партнера компании skyway капитал у нас здесь есть главная страница да фактически на главной странице вы можете найти следующую информацию то есть у нас впереди здесь расположен большой большой баннер вот если у нас проходит какая-либо акция да то как правило эта информация на баннере вот на большом на первом таком самым крупном размещается то есть сегодня какой-то отдельно взятой промо акции не проходит хотя у нас есть целая скажем так череда пакетов выгодно которые можно приобрести поэтому у нас просто написано что если вы регистрируетесь в нашем личном кабинете то 13 августа принято решение за регистрацию начислять то количество акций которые сейчас видите на экране вот далее информация то что у вас ними имеются неоплаченные счета то есть на нее в принципе вот в моем исполнении можете внимание не обращать а вот если вы выбирали какие-либо пакеты акции и не оплатили то у вас будет также высвечиваться эта панелька и для того чтобы скажем так этот счет оплатить если вы решили оплатить нужно будет достаточно здесь нажать счета да это активное слово если вы нажмете счета у вас загрузится страница выставленных счетов и там будет кнопочка платить и так колени что вы еще видите на главной странице верху вот фотография да это я подгрузил это можно сделать разделе профиль и ваш фамилия имя вот если вы все указали далее на главной странице отражается состояние ваших счетов это в левом углу 4 увидите баннера синего цвета который вот у нас переворачиваются да и здесь описано например состояние всех ваших счетов основной это тот счет который мы можем пополнить благодаря тем платежным системам которые существуют компания skyway капитал то есть вы видите здесь нолик до бонусный счет на который вам начисляется бонус на вознаграждение если вы занимаетесь построением партнерской структуры и по вашей рекомендации кто бы то ни было приобрел какой-либо из пакетов акций соответствие с маркетинг планом вам вознаграждение начисляется на бонусный счет акционный это тоже счет на который начисляется то же самое вознаграждение что он акционный и вы можете использовать эту сумму только для приобретения пакетов акций в разделе инвестировать личного кабинета партнера компании skyway капитал и премиальные вот те 100 акций которые дал здесь написано баннере после того как человек регистрируется по вашей реферальной ссылке через короткий промежуток времени на премиальном счете появляется 100 подарочных акций он может их просто оформить кликнув да на кнопку оформить я вам потом покажу либо завести какое-то количество денежных средств на основной счет выбрать тот пакет который хочет купить и при заказе первого пакета эти 100 акций будут добавлены количество акций в этом пакете вы просто оформить сертификат то есть это состояние счетов если мы подведем мышку нас развернется вы можете здесь можете скажем так сделать следующее действие сразу перейти на страницу пополнить мы с вами отдельно разберем посмотреть все транзакции которые были совершены в вашем личном кабинете все движение денежных средств до либо выйти и точнее нажать на кнопочку и заказать деньги на вывод опять же как при каких условиях если вы создаете скажем так партнерскую структуру создаете бизнес вместе с компанией skyway капитал и у вас на бонусном счете накопится там от 30 долларов и выше вы можете деньги выводить но чтобы деньги выводить вам необходимо будет внести точнее в раздел банкинги который называется настройки вписать ту платежную систему из четырех возможных которые на сегодняшний день существует компании skyway капитал то есть данные того электронного кошелька это виза мастер-карт это окпей это яндекс деньги и кошелек киви то есть это то куда мы можем деньги выводить дальше информация у вас до ваша фамилия имя ваша квалификация видите написано партнер там может написано быть консультант лидер там и так далее до экспертов сколько процентов выполнена скажем так квалификация следующего уровня видите написано 72 процента то есть у вас это у ну на той странице которую мы сейчас разбираем дальше какое количество людей вами привлечено и какая сумма средств привлечена непосредственно вами этот баннер переворачивает если мы нажмем маркетинг мы зайдем раздел статистика и дальше вы будете видеть все что отражено в вашем разделе статистика и количество акций которые вы приобретали в компании skyway капитал вы видите их количество рассрочка не оформлялась написано 0 резерв просрочки те люди которые оформляли рассрочку здесь будет находиться информация что зарезервировано какое-то количество акций по рассрочке подведя мышку к этому баннеру да мы можем перейти на раздел мои сертификаты если вы уже покупали там будет отражена информация либо перейти здесь от прямо отсюда на раздел инвестировать то есть у нас несколько скажем так способов выйти на инвестиции либо проверить движение денежных средств также вы здесь видите кнопки инвестировать да здесь же можно перейти в раздел новости дальше внизу на главной странице у нас есть статистика того опять же что вы проделали то есть показывает сколько осталось до следующего уровня до сколько привлечено денежных средств Количество партнеров лично привлечено, скажем так, вами денежных средств, которые позволяют вам выполнить квалификацию следующую, то есть фактически в первом поколении средств хватает, чтобы стать консультантом, не достает личных инвестиций. Это вы все можете здесь видеть. И последнее изменение счета внизу вы можете видеть, то есть это последние, скажем так, пять операций, которые проходили по вашим счетам. То есть вы видите начисление на бонусный, на акционный счет. Вот партнерская программа. Если вы буквально недавно выводили денежные средства, здесь будет, скажем так, информация о том, что вы денежные средства выводили. И указана будет сумма, куда это ушло. Это страница главная. И, наверное, сразу же мы здесь на главной странице с вами разберем следующее. Смотрите, не так давно, буквально пару недель назад, и на прошлой неделе я это озвучил на вебинаре, у нас появилась возможность обращаться в службу нашей технической поддержки прямо с сайта. То есть не с мобильного телефона своего звонить, не с городского телефона, а вот есть кнопка «Позвонить с сайта». Вот если вы ее нажмете, пойдет вызов. Вот я вам показываю, что он пошел, я сейчас просто положу трубку, да, потому что меня там скажут, что вас переключат на отдел информационной поддержки и так далее, и так далее. И через короткий промежуток времени специалист отдела ОИК возьмет трубку. То есть звонить вы можете фактически из любой страны мира. То есть у вас есть прямая связь. Одно хочу сказать, что трубку у вас, наверное, физически поднимут в период времени с 10 утра до 19 по Москве. В другое время, скажем так, вам не смогут ответить в этом случае. В этом случае, вы видите, внизу есть панелька обращения в техническую поддержку. Она у нас есть на каждой странице, которая загружается. Вот я ее открыл. Вы здесь можете написать там «Привет, друзья!» И тот человек, который находится, скажем так, сейчас в службе технической поддержки, который отвечает за то, чтобы давать вам информацию, да, он здесь плывет. Будет написано его имя, да. Он может вас спросить, чего бы вы хотели, что новый хозяин надо. Помните, да, мультик там про змею с карапею, маху, жучку там, и Ивана, у которого колечко было. Итак, то есть здесь вы можете писать вопросы, которые у вас возникают, описывать проблемы. Желательно, если, скажем так, что-то случилось, и вы считаете, что так быть не должно, вы пишете здесь обязательно свой логин, то есть свой электронный адрес, да, он является логином в нашей компании. И подробно описывайте ту проблему, которая у вас возникла, потому что тогда заявка может быть грамотно опработана, и в кратчайший период времени вы можете получить либо ответ, либо исправить то, что произошло не так. Используйте данную возможность. Это главная страница, да, и у нас здесь есть еще профиль, то есть мы можем зайти в свой профиль, кликнув напротив вашей фамилии и имени на треугольничек, выпадает панелька, и здесь есть такой раздел, как профиль. Нажимаем на профиль, то есть это ваш профиль, и здесь информацию, которую вы можете добавлять, либо, скажем так, убирать, да, но есть обязательная информация, которая указывалась вам при регистрации. Обязательная информация выглядит следующим образом. Ваша фамилия и имя, ну то, что вы указали при регистрации, да, то есть я надеюсь, что все-таки вы пишете свою фамилию и имени. Дальше, ваш ID, который при регистрации вам был выдан. Электронный адрес и телефон мы писали, когда регистрируюсь на сайт. Это обязательная информация. Дальше. У нас есть возможность получать информацию о реферальных начислениях. Если вот эту галочку снимете, значит вам СМС не будет приходить на телефон, и вы не будете знать. Представите, вы едете в метро, и вдруг вам приходит СМС, что вам начислено 30 долларов на бонусный счет. Ну, я думаю, это сообщение вас очень сильно порадует, правильно? Мало того, если вы эту галочку оставляете, у нас не так часто приходит СМС, и у нас, скажем так, по СМС-кам акции, по которым распространяется информация, бывают чуть ли не раз в полгода, поэтому если вы эту галочку оставите, поверьте, вас никто не будет часто дергать. Дальше. Получать информационную поддержку от менеджеров компании по телефону. Если вы эту галочку снимете, то менеджеры вам не смогут помогать, не давать, скажем так, информацию по тем новостям нашего проекта, и не будут вам объяснять, то есть, точнее, напрямую на вас выходить. То есть, вы будете, скажем так, развиваться в том стиле, в том времени, в котором вы живете. И, как бы, если вы считаете, что вы сами способны разобраться во всей информации, что касается партнерской программы и так далее, и вам помощь не нужна, вы эту галочку можете снять. Дальше. У вас слева будет информация о вашем наставнике. Ваш информационный спонсор. Человек, который вас сюда пригласил. Фамилия, имя, скайп этого человека, телефон и электронный адрес. Сделаю оценку. Данная информация важна, особенно для тех людей, которые зарегистрировались с интернета. То есть, не кто-то из знакомых и близких им дал ссылку, и они под ними зарегистрировались. А просто нашли где-то в интернете, скажем так, ресурсы, им понравилась технология, информация. Они увидели, что есть партнерская программа, мало ли там на каком-то видео. Зарегистрировались, вдруг видят, что их наставник такой-то. То есть, вы можете с этим человеком связаться всегда. Отправить ему запрос в скайпе, позвонить, либо написать на электронную почту, что, уважаемый, я волею судеб стал вашим партнером, хочу, чтобы вы меня научили, зарабатывают, либо как мне купить там акции и так далее. И если к вам придет такое письмо, либо обращение, лучше, что вы можете сделать, помочь этому человеку, потому что, в принципе, вознаграждение по партнерской программе именно за это и выплачивается нашей компанией. Дальше, в профиле, вы можете сами вписать свой скайп, телефон. Если у вас есть странички в соцсетях, вы можете эту информацию заполнить, можете не заполнять, это ваше право. У нас есть, скажем так, возможность добавить другие контакты. Вы нажимаете, открывается дополнительная панель, и вы пишете, что у вас за контакт, и нажимаете кнопочку «Сохранить». Дальше, анкета пользователя. Здесь стоят звездочки напротив тех пунктов, которые обязательно должны быть. То есть, захотите ли вы писать свое отчество, вы знаете, есть целый ряд, как это правильно сказать, наций, народностей, у которых отчество не указывает. Я знаю. Поэтому отчество там не обязательно писать. Дальше, укажете ли вы свой адрес, там, где вы проживаете, тоже ваше право. Дату рождения и удостоверение личности. Если вы все это укажете, либо что-то измените, обязательно нажать кнопочку «Сохранить». Вот таким вот образом. Вот то, что находится в разделе «Профиль». То есть, мы с вами разобрали главную страницу, что где можно найти, и как редактировать свой профиль. Теперь мы перейдем в раздел «События». Сейчас начинается новость. Поэтому те из вас, кто находится в комнате, можете, скажем так, свое внимание обратить на ближайшие две минуты, потому что раньше этой информации, по крайней мере, на прошлой неделе, в среду, этого не было. Поэтому, если вы смотрите параллельно какие-то телевизионные передачи, будет здорово, если вы сейчас заглянете все-таки вебинарную комнату и послушайте информацию. Итак, коллеги, в разделе «События» у нас появился новый пункт, который называется «Расписание вебинаров». Многие из вас заходят на вебинары по ссылкам. Буквально недавно данная таблица, здесь ссылок нет, но здесь есть расписание вебинаров на месяц. На месяц вперед. То есть, сегодня у нас 27 число. По крайней мере, здесь вы можете посмотреть, что у нас состоятся вебинары завтра. У нас еще сегодня будет 20 часов вебинар, который будет проводить Лариса Артамонова, называющийся «Новое сознание для новых технологий». Поэтому вы увидите, что в 20 часов сегодня вебинар Ларисы Артамоновой. Завтра в 18 по Москве презентация, 19 адресные проекты с Владимиром Масловым. В пятницу в 13 партнерская программа, в 19 Григорий Мирошниченко проводит мероприятие, он называет его «Кофе-брейком», его можно назвать авторским вебинаром. Там он дает, скажем так, ответы на наиболее мучающие, злободневные вопросы, которые есть у каждого из вас. Как же здесь заработать денег? 12 часов презентация Skyway, то есть Павел Манылов рассказывает о технологии, кто ее поддержал, опять же, как использовать, какие методы и способы для того, чтобы развиваться в этом бизнесе. И в воскресенье будет вебинар Александра Мунко, посвященный теме и технологии, и обзору, скажем так, технологий в мире, и что нового в этом мире произошло за последнее время. То есть это называет семейной встречей. То, что большинство наших инвесторов горячо любит, и по воскресеньям присутствует на данных мероприятиях. Это расписание вебинаров. То, чего не было, как я вам говорил, но появилось буквально недавно. Следующий раздел – новости. Раздел новости можно отнести к инструментам. К инструментам партнера, которые позволяют вам зарабатывать деньги. То есть здесь есть очередность этих новостей. Последнее, вы видите, было за 27 января. Сейчас у меня немножко сайт прогрузится. И этот перечень вот этих новостей, которые у нас были на этой неделе, например. Вы можете остановиться напротив той новости, которая вам понравилась. У нас здесь есть пять кнопок соцсетей. ВКонтакте, Фейсбук, Твиттер, Одноклассники и Мой Мир. Если вы зарегистрированы в какой бы то из них, выбираете, нажимаете эту кнопку, у вас высветится здесь такая панелька, в которой вас попросят ввести комментарий к этой новости, которую вы хотите разместить на странице. Вы его вписываете, например, в сногсшибательное событие, которое может, скажем так, круто изменить жизнь каждого человека. Вписали, нажали кнопку «Разместить». Это сообщение появляется у вас в профиле в соцсети. Те люди, которые являются вашими друзьями, они обязательно получат информацию о том, что вы что-то разместили. Если вы находитесь в каких-то группах, там люди тоже получат эту информацию. И есть вероятность, что кто-то из них эту новость прочитает и после этой новости перейдет на страницу нашего сайта, а потом зарегистрируется. Соответственно, к этой новости из личного кабинета прикреплена ваша реферальная ссылка. То есть это ваши потенциальные партнеры либо инвесторы в вашей партнерской сети. И, возможно, это деньги, которые вы можете заработать. То есть не нужно это ставить во главу угла. Некоторые говорят, что деньги не самое главное. Действительно, деньги не самое главное. То есть деньги еще никого не сделали счастливым, как говорит Бодо Шефер, но их отсутствие не делает это тем более. Поэтому сами принимайте решение, используйте этот инструмент или нет, а мы с вами двигаемся дальше. То есть помощь, в принципе, здесь как бы информация достаточно простая. У вас высвечивается информация о том, что вы можете обратиться в службу технической поддержки по такому-то электронному адресу и телефону, который вы можете набрать и пообщаться с нашим отделом информационной поддержки. Дальше. У нас есть раздел, раз уж мы начали с инструментов, давайте перейдем к разделу инструменты партнеров. То есть он будет второй снизу у вас, потому что у меня здесь есть еще дополнительная вещь, которая у большинства людей закрыта, но у меня она открыта, потому что мы работаем еще с одним сервисом. Итак, коллеги, инструменты партнеров, у нас сегодня три раздела в нем находятся. Один из них, давайте я начну с нижнего, называется баннеры. То есть раздел баннеры, он предназначен для людей, для которых не является чем-то страшным такое слово, как инфобизнес. То есть они в мире интернета плавают довольно давно, причем выплывают, а не тонут в основном. И у них есть возможность использовать данный сервис для того, чтобы на своих страницах в интернете, это может быть сайт, свой личный, либо их фирмы, например, блог, либо, например, сайт, одностраничник, который позволяет разместить, либо какая-то даже группа, они являются администратором какой-либо группы в соцсети. Я знаю, что не все сети это позволяют, но тем не менее есть там создание страниц на Facebook, создание групп, где вы можете разместить баннер, как тот человек, который является администратором группы. Так вот, вы можете выбрать баннер, который вам наиболее подходит по размерам, и он вам нравится, скажем так, по всем остальным вопросам. Я говорю на данном вебинаре, что он может быть выкинут вниз, он может быть выкинут слева-вправо. Вот такой баннер. То есть если он вам понравился, ваша задача сделать следующее. Выбрать, разместить его на официальном сайте, вот здесь зеленом, либо на лендинг-партнера, куда будет ввести данный баннер. И скопировать вот этот HTML-код, который вот здесь вот на сером фоне написан. И данный HTML-код ставить в то поле на своем сайте, где вы хотите разместить такой баннер. Всего баннеров порядка 60 видов. То есть они бывают разные. Видите, вот такой. Сейчас я вам покажу еще какой-нибудь, вытянутый вдоль, например. Вот такие вот баннеры. Они меняют картинку, то есть они живые. То есть вы знаете, многие баннеры на страницах интернет-ресурсах, они там переливаются по-разному и так далее. Вот у нас длинный баннер такой. Если у вас есть страница, где вы можете вверху это вставить, пожалуйста, то есть эта страница будет меняться, привлекать внимание. Люди могут по ней кликнуть точно так же и перейти, например, на лендинг-партнеров. К этому, скажем так, HTML-коду также привязана ваша реферальная ссылка. То есть это потенциальная воронка для привлечения новых партнеров. Дальше. Просто реферальные ссылки раздел. В реферальных ссылках вы можете обнаружить пять реферальных ссылок, которые ведут в разные места на наших интернет-ресурсах. Все очень просто. Лендинг-инвестор, опять же. То есть там информация для человека, что мы из себя представляем, что представляет технология, что предлагает проект компания Skyway Capital. Чтобы данную ссылку отправить кому-то, вы берете, нажимаете здесь скопировать буфер. Компьютер запоминает это. Буфер компьютера. И вы эту ссылку вставляете. Ну, например, в профиль там, в социальной сети. Статус социальной сети можете поставить. И написать, да, что это такое. Вы можете ставить ее в статус Skype. Вы можете отправить по электронной почте. Вы можете друзьям, просто пообщавшись, дать эту ссылку, чтобы они посмотрели, в Skype поговорили, либо в Viber, например. И человек говорит, да, хорошо, я посмотрю. Если вы уже говорили с людьми, и они как бы так вам доверяют, да, это люди, которые, скажем так, для которых вы являетесь каким-либо авторитетом, а в партнерских программах это очень важно, вы просто им можете дать сказать, слушай, давай, не морочь голову, на тебе ссылочку на форму регистрации в личном кабинете. Копируйте ее, и человеку по Skype расскажете. Введи туда, вот это сюда, это сюда, то есть электронный адрес, нажми там Enter, введи телефон, придумай пароль, и человек регистрируется. Соответственно, также ссылки можно давать на главный сайт. И сейчас, кстати, видите, я буквально на прошлой неделе попросил, чтобы у нас убрали ссылочку на лейдинг представителя, и ее убрали. Очень приятно. То есть у нас 4 ссылки теперь. Было 5. И страница регистрации. То есть ссылки вы копируете, благодаря этой кнопке, и распространяете, даете единственное, ну моя рекомендация, вы ее можете не послушать, не пытайтесь спамить, не пытайтесь залазить во все группы в Одноклассника, и куда-нибудь воткнуть эту реферальную ссылку. Потому что вас могут выгнать из группы, раз, а вас могут вообще забанить в Одноклассниках, и ваш профиль потом изничтожить, потому что, скажем так, все люди, которые будут с вами связаны, будут жаловаться на то, что вы им шлете постоянно одну и ту же ссылку. Постоянство это хорошо, но не в этом деле. Итак, коллеги, и еще очень важный раздел, который появился буквально 7-10 дней в нашем личном кабинете, в разделе инструменты партнера, я вам объясню, почему это именно инструмент, называется план вознаграждения. Вот у нас в пятницу состоится вебинар, где в принципе цель этого вебинара кратко дать суть маркетинга и ответить на вопросы. Потому что ознакомившись с информацией по маркетингу, у людей могут возникать вопросы, как вы считаете? Вот если вы считаете, что могут, поставьте цифру 5. Вот я, кстати, заглянул в нашу вебинарную комнату, вижу, что немножко людей прибавилось. Итак, коллеги, переходим обратно. Некоторые любят выражения к нашим баранам, да? Итак, смотрите, в разделе план вознаграждений здесь находится описание маркетинг-плана. Первая, скажем так, квалификация партнера, вот она здесь и имеется. Описано, как вы можете получить квалификацию партнера, что необходимо для этого сделать. Есть краткий рисунок, который показывает наглядно, какие проценты вы можете получать. И вот статьи дохода расписаны в левой части. Почему я говорю про инструмент? Потому что вы можете скачать текстовое описание маркетинга, и это будет, скажем так, как инструмент его изучения. Вы можете скачать слайды презентации маркетинга, вот скачать презентацию маркетинга, да? И благодаря этим слайдам кому-то уже сами рассказывать. Потому что вот вебинар у нас, например, в 13 часов там есть и в 17. А вы встретились с человеком в 11 где-нибудь в кафе, и он говорит, ну хорошо, покажи мне маркетинг-план. А у вас на компьютере, на вашем ноутбуке, либо на планшете есть эта презентация, вы взяли, показали, объяснили. Ну, и, кстати, объясняя другим, вы сами быстрее разберетесь в этом маркетинг-плане. Хотя сложно, в нем ничего нет. Слышали, наверное, выражение, да? Пока другим объяснял, сам разобрался и понял. Дальше. Квалификация консультант, квалификация лидер, то есть по каждой квалификации маркетинг-плана расписано условия ее получения и какие, скажем так, барсики это вам дает, то есть коврижки, то есть что вы можете зарабатывать. Здесь прописан ваш текущий статус, лично ваш, вашего личного кабинета, то есть привязки к вам. Это мы с вами разобрали инструменты партнера. Сейчас снова загляну в комнату. Надеюсь, что говорю понятно, и никаких сложностей, скажем так, с информацией на данном этапе не возникает. Правильно я надеюсь? Как-то ободрите меня, плющики поставьте. Ну вот, Алексей поставил. Спасибо, Алексей. Итак, коллеги, возвращаемся в личный кабинет. Разобрали инструменты партнера. Ну, разобрали, имеется в виду, не то, что по частям, да, в плане, не выкинули, потому что собрать не смогли, а разобрали в плане понимания. Профиль. То есть помните, мы разбирали с вами, что в профиль вы можете зайти вот здесь, кликнув на треугольничек, и нажать профиль, да. Здесь отдельно. Вкладка профиль, и здесь персональные данные. В принципе, вы перейдете на ту же страницу, о которой мы говорили в начале нашего вебинара, там, где вы можете править все, что касается вас. Вот. Кстати, здесь же в профиле вы видите информацию, да. Ваши реферальные ссылки находятся в разделе инструменты партнера. Удобно. То есть вам не нужно там где-то кидаться, чего-то искать. Вот вы нашли, ага, кнопку нажали из профиля. Только что его подправили, и у вас неожиданно кто-то позвонил по телефону, всю оставшуюся жизнь в этом бизнесе, да. Вы заходите в раздел реферальные ссылки в инструментах партнера, и ему тут же отправляете. Так, коллеги, следующий раздел. Статистика у нас остался. Раздел, скажем так, инвестиций и раздел банкинга, да. Давайте начнем, наверное, с банкинга. Слово такое не совсем понятное. Да и слово банк нам раньше как бы так не всем было понятно. Сбербанк все понимали, просто банк не все. Потому что у нас другого банка фактически не было. Итак, в банкинге у нас есть раздел транзакций. Если мы кликнем на транзакции, то вы увидите все денежные операции, которые происходили в вашем личном кабинете с момента регистрации, они здесь будут все перечислены. То есть на данной странице вы видите, да, последние 10, да, если не ошибаюсь. Да, последние 10. Вот. Куда, на какой счет, какие денежные средства приходили. Вы можете открыть вторую страницу, третью, если вы активно строите структуру партнерскую, вам идут, скажем так, часто начисления, какие бы то ни будет, и так далее, соответственно, у вас этих страниц будет больше. Вот. Вот таким вот образом. То есть здесь вся информация, которая касаемо движения ваших денег. Поэтому, если вы, скажем так, знаете, что кто-то проплатился, да, и решили там проверить, так ли это или нет, зашли в этот раздел, посмотрели, а, да, есть. А потом вдруг, знаете, человек сказал, я проплатил, купил себе пакет, вы заходите, а нет ничего. Ну, значит, вы начинаете искать информацию. Либо он зарегистрировался криво, да, вот, не по вашей реферальной ссылке и так далее. И есть вероятность, что в этом случае мы сможем вам как-то помочь. Если вы это обнаружите через 3 месяца, да, там, или через 5 месяцев, вероятность вам помочь будет, наверное, минимальной или даже никакой. Потому что, как правило, люди за это время начинают строить структуру и так далее. Поэтому мы говорим еще о том, что если вы создаете бизнес, ну, контролируйте его время от времени все-таки, да. Тогда, конечно, у вас будет несколько тысяч партнеров, это делать сложнее, но, тем не менее. Программа сейчас, кстати, регистрации, раздача реферальных и так далее в компании Skyway Capital работает исправно и отлично. У нас есть админка, которая может проверить все, что делает человек и так далее. И мы сейчас уже меньше реагируем на то, что человек говорит, я случайно взял и оформил рассрочку. Вы знаете, для меня это, как вам сказать, я, например, чувствую себя сразу плохо и как больная корова, когда понимаю, что человек написал, что я вот типа-типа случайно оформил рассрочку. Невозможно случайно нажать, скажем так, последовательно пять разных кнопок в разных местах, перегружать страницу и так далее. Либо человек спал в это время, либо что-то произошло, то есть у него было измененное состояние сознания. Итак, коллеги, это раздел транзакций. Дальше. Кстати, состояние сознания можно изменить, есть много способов, лучше их в принципе в большинстве своем не использовать. За исключением, скажем так, проглатывания плитки шоколада. Когда вы начинаете чувствовать себя хорошо, то есть у вас повышается количество, скажем так, гормона радости, счастья. Но есть еще пару способов, которые эти гормоны добавляют, а есть очень много способов, которые, скажем так, ведут не туда. Итак, пополнить счет. Мы с вами выбрали раздел пополнить счет, да, и у нас загрузилась страница. Кстати, заметьте, что вот фактически на всех страницах личного кабинета дублируется информация, касаемая состояния ваших счетов, основного, премиального, все это как напоминание. Для того, чтобы пополнить счет, и, кстати, наверное, наиболее правильный, наиболее спокойный способ, скажем так, приобрести себе какой-либо из пакетов акций, это сначала пополнить основной счет, да, а потом уже с него, например, оформить пакеты. Железно могу сказать, никаких проблем не возникнет. Но есть второй способ. Вы можете, скажем так, купить себе пакеты акций, основной счет, а сразу оплатить в платежную систему. Есть целый ряд платежных систем, с которых списывается автоматически, и вы сразу видите, что пакет приобретен, а есть, скажем так, электронные кошельки, где специалист нашего финнадела должен проверить, что это от вас пришел платеж, подтвердить сумму, и тогда вы увидите всю полную информацию. Поэтому, если вы сначала проплатите, скажем так, пополните основной счет, то у вас будет видна сумма денег на основном счету, и потом вы сможете при оформлении пакета просто вписать, что такое-то количество денег используется составного счета и купить себе пакет. Для того, чтобы пополнить счет, вы здесь вписываете сумму. Я вот сейчас не буду это делать только по одной причине, потому что, если я сейчас введу сумму, то у меня автоматически программа ее зафиксирует, и в разделе неоплаченные счета у меня будет выставлен счет. Поэтому я как бы не буду создавать фейковый счет, который потом мне придется удалить. Ну, а вы знаете, вводите сумму, нажимаете пополнить, и на следующей странице у вас высветится список, из семи платежных систем, которые вы можете использовать для пополнения счета компании Skyway Capital. Основного счета. Деньги придут сюда. Эти семь платежных систем вы увидите, когда мы зайдем в раздел инвестировать, там они подробно написаны. То есть, здесь просто не все перечислены, здесь всего пять видны. Дальше, перевод средств. Если вы занимаетесь бизнесом, да, и бывает такая, ну, бывает все-таки, я вот поверю вам, такая картина интересная, что человек как бы настолько далек от интернета, у него нет никаких платежных систем, он может даже боиться компьютера, да, но он вас послушал, увидел, и он увидел свое будущее уже. Так он сидит в Юнинусе через два года, едет, да, и при этом он богат. То есть, у него, скажем так, костюм из старой шерсти, там, я не знаю, убитой ламы 200 лет назад, одета тормами, галстук там, и так далее, и так далее, да. То есть, что вы можете сделать в этом случае? У вас есть деньги на основном счете, предположим, и на бонусном, да, вот. Вот у меня на бонусном, например, 16 здесь написано. То есть, вы можете этому человеку, зарегистрировав его, перевести со своего счета, либо с основного, либо с бонусного, вам самому выбирать. Если у вас есть деньги там и там, и он хочет, скажем так, купить большой пакет, и у вас достаточно средств здесь в личном кабинете, вы можете указать какую-то сумму основного, бонусного счета, да, и затем ввести электронный адрес человека, на которого вы переводите денежные средства, и дальше действовать по инструкции, да, то есть, если вы введете электронный адрес, у вас автоматом программа найдет человека, и вы ему переведете ту сумму, которую запланировали перевести. А он, так как не умеет ничего делать на компьютере, да, вот, и просто отдает, может быть, даже наличка вам эти деньги, ту сумму, которую вы ему перевели, и, скажем так, оба довольны. Он доволен тем, что он стал обладателем пакета, вы довольны тем, что это не заняло, скажем так, много времени, да, вам даже не пришлось связываться там и выяснять создаватель какие-то платежные системы, вот, а может быть и зря, лучше научить его это делать, да, вот, и вы еще довольны тем, что вам через какое-то время начисляется бонусное вознаграждение, то есть, в принципе, уровень вашего удовольствия немного выше, чем у человека, который только что проплатил эти деньги, понимаете, да, вот, это раздел перевести денежные средства на счет партнера, дальше, заявки на вывод, то есть, вы можете, нажимаете заявки на вывод, и здесь высвечивается информация о том, какие счета у вас есть, куда вы можете деньги вывести, да, вот у меня только Киви кошелек вписан, и выбрать я могу здесь только Киви кошелек, если у вас есть несколько платежных систем, как я вам говорил, у нас их четыре, да, на которые вы можете вводить денежные средства, у вас здесь может быть несколько кошельков, вы пишете сумму, которую вы хотите вывести, и выбираете тот кошелек, куда вы хотите это вывести, и нажимаете кнопку вывести, вот я выводил, вы видите, кстати, те операции, которые вы заказывали, и финн отдел выполнил вывод, у вас здесь будет записана дата, когда это сделано было, и сумму, которую вы выводили, Это раздел «Заявки на вывод». Дальше. «Выставленные счета». Вот то, что я вам говорил. Если вы, например, выбрали какой-то пакет, ну, просто даже побаловались, да, как мы говорим, решили понажимать кнопки, вот, выбрали пакет там и так далее, но не стали его оплачивать, то в этом разделе внизу у вас появятся выставленные счета. Здесь вот будет написан счет, номер его счета, да, тот пакет акции, который вы планировали взять, и здесь появится такая кнопочка «Оплатить». Вот. У меня этих неоплаченных счетов нет, поэтому тот баннер даже, который вы видели в личном кабинете, что они есть, вот, его нет, понимаете, да, то есть забудьте эту надпись, хотя она все время висит. Это, скажем так, обломки прошлого, то есть, это, скажем, остатки усилий тех программистов, которых мы сегодня не используем. Ну и слава богу. То есть, видите, в ожидании ноль, оплаченные, скажем так, в данный момент тоже ноль, и подтвержденные, есть два счета, которые я когда-то подтверждал, делал оплату, вот, пожалуйста, то есть я приобретал пакет, акции, были начислены подарочные акции, то есть я их оформил. Это раздел «Выставленные счета». И вот раздел «Настройки». Он, в принципе, в первую очередь связан с разделом «Вывод денежных средств». Да? Здесь вы можете добавить те платежные реквизиты, на которые, скажем так, в дальнейшем будет осуществляться вывод. Кстати, вы можете вписать кошелек и его удалить. Видите кнопку «Удалить»? И данный кошелек будет удален с вашей страницы. А если вы хотите добавить реквизиты, просто нажимаете «Добавить», у вас открывается вот такая панель. Первое, что вам предлагают сделать, да, компания, это внести систему Visa MasterCard, то есть какую-то карту, которая у вас есть. Ну, я не знаю точно. Есть люди, которым нравится данный способ вывода денежных средств. Я выбыл другой. То есть вам нужно указать номер карты, имя владельца, как на карте указано, срок ее действия. И вот здесь вам нужно будет указать рубли, это там долларовая эта карта, валютная или рублевая. Когда вы все это сделаете, нажимаете «Ок», и здесь у вас появится ваша карта Visa MasterCard. Вы можете вписать сюда, точнее, создать кошелек, вписать ваш созданный кошелек «Яндекс.Деньги», «Киви» и «Окпэй», как я вам говорил. То есть если вы выберете «Киви», например, вам нужно будет вписать номер телефона и нажать «Ок». У вас появится здесь «Киви» и кошелек. Я сейчас не буду добавлять никаких кошельков. Знаете, что это сделать легко. Кстати, избавиться от кошелька в нашем личном кабинете также легко. Ну, как и при жизни. Ну, кстати, при жизни мы часто избавляемся от кошелька в самый неподходящий момент, когда он нам нужен. Итак, коллеги, банкинг, в принципе, мы с вами разобрали полностью. Теперь у нас осталось два раздела. Один из них «Инвестиции», как у нас что приобрести, да? И второй раздел «Статистика». Давайте, наверное, пойдем с инвестиций. То есть в инвестициях вы можете, если уже вы приобретали какие-либо сертификаты, либо, если даже не приобретали, вы можете просто кликнуть на раздел «Мои сертификаты». Если вы ничего не покупали, то на данной странице будет просто пустота. Если вы оформляли какие-то сертификаты, уже приобретали пакеты акций, то вы можете посмотреть состояние, скажем так, этого сертификата, потому что при покупке пакета у вас здесь будет сначала, что сертификат находится там в ожидании, потом на оформлении, и после того, как он будет оформлен, у вас будет здесь написано, как у меня здесь оформлен. Вы можете посмотреть сертификат. Если вы кликните на эту кнопку, например, то вот так вот загрузится страничка, на которой будет отражен сертификат, оформленный на вас. Я сейчас это закрою. Договор. То есть здесь обязательно, когда вы приобретете какой-либо из пакетов акций, впоследствии, после того, как будет оформлен сертификат, надо будет подписать договор. То есть вы можете его скачать, ознакомиться на компьютере, полистать, да. А для того, чтобы его подписать, здесь будет встать кнопочка «Подписать». Нажимаете. Вам нужно будет подгрузить к этому договору внизу первую страницу паспорта с фотографией и страницу регистрации, либо прописки это еще называется, да, в тех паспортах, где это есть. Если вы живете в той стране, в которой нет института регистрации, либо прописки, соответственно, вам нужно прикрепить к данному договору документ, который демонстрировал, в котором отражена информация о том, что вы оплачиваете услуги, какие бы то ни было, да, в привязке к тому адресу, который вы указали, когда у нас регистрировались и так далее. Если вы два этих документа приложите, это будет достаточно для того, чтобы договор был подписан. Вот таким вот образом. Это мы были в разделе с вами «Мои сертификаты». У нас есть раздел «Мои рассрочки». Я вот сейчас его нажму. У меня рассрочек нет, поэтому в данном разделе ничего нет. Да, то есть не пугайтесь. Те, у кого рассрочки есть, здесь есть информация, табличка, где расписано, какой пакет был приобретен, когда, скажем так, делать следующий платеж и так далее. Я, наверное, этот раздел рассмотрю в самом конце. То есть я зайду на аккаунт, скажем так, который у нас тестовый аккаунт, и мы посмотрим там информацию по рассрочкам. Хорошо? Теперь раздел «Инвестировать». Волшебный раздел, в котором вы становитесь нашим акционером, приобретая какие-либо пакеты акций. Выбрали пакет, точнее раздел «Инвестировать», и у вас сейчас загружается та страница, на которой отражена информация, что вы можете приобрести. То есть у нас сейчас действует два пакета, ну, наверное, их можно назвать обычными, потому что они у нас действуют достаточно давно, только дискон поменялся. Стоимостью 25 долларов в месяц, рассрочка на 10 месяцев, то есть вы можете купить за небольшие деньги, ежемесячно оплачивая по 25 долларов, на выходе у вас будет 32,5 тысячи акций. Уровень доходности этого пакета составляет 130 раз. То есть те вложенные ваши деньги фактически умножают 130 раз. Пакет стабильный. Уровень доходности на этом пакете 220, ежемесячно вы оплачиваете по 100 долларов США, и за 1000 долларов суммарно у вас получается 220 тысяч акций. У нас не так давно стал действовать пакет, который называется «Сеньор», и вчера информация в рассылке прошла по этому пакету. Что он нам дает? Вы инвестируете, в принципе, небольшую сумму денег, 50 долларов ежемесячно, в течение 6 месяцев данный пакет разбит на 3 цикла, каждый цикл себя включает проплату по 50 долларов в течение двух месяцев. То есть первый цикл, первый, второй месяц, и у вас здесь уровень доходности в этом случае 1 к 100, и за вами бронируется после второй вашей оплаты 10 тысяч акций. В 3-4 месяце, если вы по полтиннику оплачиваете, то у вас бронируют 25 тысяч акций, дисконт 250. И если вы 5-6 месяц также продолжаете оплачивать 50 долларов, то дисконт у вас становится 300 в эти два месяца, и суммарно получается 65 тысяч акций. То есть очень выгодный пакет. Мы даже с вами сравним, я просто спущу сейчас раздел «Инвестировать». Вы потратили 300 долларов за 6 месяцев. Да вы быстрее, вы можете эту рассрочку оплатить и за 3 месяца, и за 2. За 4 как у вас получится. Ну вот мы с вами рассмотрим уровень доходности пакета 350 стоимостью сразу, 123 раза, и у вас на выходе будет 43 тысячи акций, грубо говоря. Если вы будете двигаться по рассрочке, заплатите на 50 долларов меньше, сэкономите себе эти деньги, у вас будет 65 тысяч акций. То есть этот пакет намного выгоднее, чем простой в разделе «Инвестировать» неакционных пакетов. Есть пакет, называемый «Бизнес». Это рассрочка на 9 месяцев. Ежемесячно вы одинаковыми частями платите по 200 долларов. Вам оформляются, каждые 3 месяца за вами закрепляются по 150 тысяч акций. То есть после третьей оплаты 150 тысяч акций бронируются. После шестой их становится 300 забронированных. После девятой 450 вам выписывается пакет, точнее сертификат, которому... И плюс еще у вас на премиальный счет начисляется 90 тысяч акций, которые вы можете тут же оформить. То есть фактически вам дается от компании 540 тысяч акций, если вы двигаетесь по схеме пакета «Бизнес». Дальше. В разделе «Инвестировать личного кабинета» у нас есть пакет стоимостью 1000 долларов США, единоразовая покупка на сегодняшний день. дисконт 300, вы на выходе получаете 300 тысяч штук акций и в подарок памятную монету. Монета с изображением нулевого километра дороги Skyway. Вот именно в таком виде у нас находится нулевой километр недалеко от города Марина Горка, в Пуховичском районе Минской области, в Беларуси. Пакет называется «Юбилейный». И также есть пакет единоразовая, если вы готовы заплатить 250 долларов, то с дисконтом 130 вы получите 32,5 тысячи акций. Опять же, если мы разберем пакет, например, за 200, сразу если вы будете покупать, то его уровень доходности 102, и на выходе будет 20 400 штук акций. Здесь фактически более чем на 50% больше. Поэтому выгодное приобретение на сегодняшний день. Мы с вами рассмотрели раздел «Инвестировать». Я думаю, тоже с этим сложностей никаких не возникает. Многие из вас наверняка уже в этот раздел заходили. Только он у нас периодически видоизменяется, потому что могут появляться новые пакеты, новые какие-то акции и так далее. По сути, раздел «Инвестиции» мы с вами тоже рассмотрели. Теперь статистика. Статистика – это вся ваша информация по партнерской программе, по вашей структуре. Здесь у нас есть кнопочка, которая здесь написана. Для актуального отображения структуры необходимо нажать кнопку «Актуализировать структуру» либо «Обновить». Нажимаем на эту зеленую штуковину. Она сейчас прокрутится. Там был 20 января. Сейчас будет дана полная информация по состоянию на 27 января 2016 года. Итак, здесь отображается маленькая табличка слева. Вы видите, количество участников вашей структуры, зарегистрированных, 88 суммарно. Расписано по уровням. Если у вас будет четвертый уровень, соответственно, будет написано, какое количество партнеров у вас в четвертом уровне, в пятом и так далее. Инвестиции, которые сделаны на разных уровнях вашей структуры, суммарно которые пришли. Здесь у вас есть участники в каких квалификациях в первом поколении. То есть партнеры, клиенты, консультанты. Количество инвестиций, то есть партнеров и консультантов в вашем первом поколении. Здесь привязка идет непосредственно к тем инвестициям, которые привлечены непосредственно вами. Дальше здесь есть график. То есть если у вас активно строятся структуры и так далее, вот этих всяких пиков может быть больше гораздо, чем у меня сейчас выглядит. Дальше вы можете настроить фильтры. То есть вам может быть показаны те люди, которые только проинвестировали, либо те, кто не инвестировали. Если вы не поставите здесь галочек, соответственно, у вас будут показаны все ваши партнеры. Конечно, также вы можете настроить фильтры здесь. Дается информация опять же по вашим партнерам. Сколько у вас из людей, которые зарегистрированы в первом поколении, относятся к категории партнер. Сколько квалификации консультант. И клиенты. Клиенты это те, кто просто зарегистрированы. В принципе, у маркетинг-плану никакой привязки у них нет. Они не подписывали агентское соглашение и так далее. По каждому человеку здесь написано фамилия, имя, сумму, которую он проинвестировал, и сколько человек у него в структуре. Дальше очень важный момент. Если вы кликните, например, на источка зеленая, у вас высветится информация, короткая информация по этому человеку. Его электронный адрес и его телефон. Почему это важно теперь для вас? Для партнера ниже стоящего, при обращении к вышестоящему я вам объяснил, это важно для вас, потому что могут действительно регистрироваться люди в интернете, они могут плавать в информации, им вроде бы интересно, а вроде бы, скажем так, страшно. Вы можете им позвонить, представиться, что вы их вышестоящие партнеры, готовы им показать помощь. И благодаря тому, что вы им перезвонили и рассказали, эти люди взяли и стали инвесторами. Понимаете, да? Поэтому эта информация очень важна. Дальше. Вот написано, какое количество людей. Если мы нажмем на этого человека, на единичку, у нас откроется второй уровень. То есть вот мы видим информацию в глубине, что за человек. Если мы кликнем на человека, у которого написано 7, например, или больше, высвечивается второй уровень. А если во втором уровне у него тоже кто-то кого-то приглашал, то высвечивается дальше глубина. То есть вы можете проследить всю вашу структуру в глубину. И по каждому человеку, который находится в вашей партнерской структуре, вы можете получить информацию по телефону, электронному адресу. И что еще у нас есть в разделе инвестировать. Вы видите, да, прибыль от структуры, то есть последнее действие, которое было связано с деньгами по перечислению денежных средств по партнерке, вы здесь можете видеть. Дальше вы здесь можете задать, с какого числа по какой вы хотите посмотреть, и вам сервис тоже эту информацию выдаст. По большому счету, если в первом приближении, да, наверное, не только в первом, а во втором и в третьем, и даже если мы все диоптрии включим, мы разобрали с вами все разделы личного кабинета на сегодняшний день. Я акцентирую внимание на сегодняшний день. В следующую среду, да, состояние личного кабинета, информация, которая в нем есть, она может измениться. То есть у нас может добавиться еще, скажем так, дополнительная информация, сервис может стать более наглядным, более простым и так далее. Так, информацию по рассрочке мы сегодня с вами будем рассматривать, или, в принципе, большинство из вас уже видели эту информацию, и вы сможете найти в записи данный вебинар, похожий, там, где мы это делаем. Маргарита, смотрите, ну вот тут, наверное, сейчас, так как я не являюсь руководителем всего процесса в целом, да, ответить на вопрос, если вы сейчас закройте, например, рассрочку досрочно, предложат ли вам снова какой-нибудь пакет с дисконтом 1,600, я ответить не могу. То есть это, либо это будет, скажем так, в конкретном случае, да, может вы напишите письмо, и руководство нашей компании увидит, что вы такой, скажем так, как-то правильно сказать, добросовестный плательщик, да, выполнили свои обязательства, вот, и вам предложат 1,600, но я могу сказать, что, что вы можете сделать точно, это купить следующий пакет с дисконтом максимальным, который есть на сегодняшний день. Вот это да, это вы можете сделать. Не знаю, расстроил вас этим или нет, но, тем не менее. Коллеги, какие еще есть вопросы? Сегодня на регистрацию нового партнера. Вы знаете, Лидия, вот вопросы по поводу промокодов, да, ну, как-то, они меня не ставят в тупик. Я знаю, что на наших вебинарах пока, по крайней мере, да, никаких промокодов не дается. Где можно увидеть, сколько личных средств ввесено на счет долларов? На счет долларов до программы рассрочка. Задите в раздел транзакции, как я вам говорил, да, вот сейчас объяснял, и посмотрите все движение денежных средств. Там оно отражается. Так, с четверкой мы разобрались, что она обозначает у китайцев, да. Вот. Четверка, кстати, это тоже такая цифра, в которую легко играть в преферанс. Вот. Один сидит на прикупе, а три между собой, скажем так, в гербане друг друга. Так, я знаю, что пока информации, точнее вопросов больше никаких не возникает, да? Или все-таки есть какие-то? Нету. Я спрашивал по поводу рассрочки. Я так понимаю, что большинство, точнее, все, кто находится сегодня в комнате, знают, где искать информацию по рассрочкам, где там что находится и так далее. Тогда, наверное, будем с вами заканчивать наш сегодняшний вебинар, да? Да, Татьяна, с чужой карты вы можете пополнить кошелек, да? Единственное, когда вы пополняете с чужой карты, то вы понимаете, да, 3D, вот этот секури-код, там, или как его правильно назвать, он приходит на мобильный телефон того, кому карта принадлежит. Вот. Поэтому, если у вас чудом оказалась чья-то карта в руках, ну, наверное, не стоит радоваться тому, что вы можете сейчас ее располовить, приобретая акции нашей компании. Важно, чтобы вы делали согласие того человека. Вот. И чтобы для него не было, скажем так, неожиданности, что ему вдруг пришла смс, что вы хотите купить там на 75 тысяч рублей пакет акций в компании Skyway Capital. Какие еще есть вопросы? Из чужих, кстати, кошельков вы тоже можете это сделать, да? Только единственное, когда мы пополняем из чужих электронных систем, или со своего электронного, скажем так, какого-то кошелька, у нас в инструкции написано, что вам обязательно в поле там комментарий нужно указать свой логин. Потому что у нас иногда бывают казусы, да? Человек пользовался, скажем так, кошельком другого партнера, и, скажем, не указал ничего в поле комментарий, чтобы это зачислили ему. В финальном деле посмотрели в поле комментарий, ничего нет, а, скажем, этот кошелек у нас уже фигурировал, и человек пополнял свой счет. Соответственно, деньги просто были начислены тому, который, с чего кошелька они пришли. И потом разбирались, да, эти деньги перемещали и так далее. Итак, коллеги, я так понимаю, что вопросов, в принципе, больше не возникает. Опять же, не могу настаивать, точно не могу настаивать, да и не хочу. В следующую среду у нас будет такой же вебинар, и я почему-то уверен, что у нас будут еще какие-то изменения, и будут новшества в личном кабинете. Поэтому, если вам это интересно, то есть, что вы владели первой, скажем так, информацией в своей структуре, и потом и донесли, а лучше, чтобы вы сами пришли и пригласили еще и партнеров своей структуры, которые вам лихорадочно звонят каждый вечер и говорят, я не могу сделать вот это, да, там у меня не получается вот то и так далее. Чтобы у вас меньше было головной боли, вот такие люди желательно, чтобы были на подобных вебинарах, потому что они тогда меньше будут вас дергать. Константин, ну, курс будет ли изменен в ближайшее время, я могу ответить, что вот пока курс такой, который есть, да, вы знаете, доллар там с рублем сейчас меньше колбасит на бирже, то есть там, ну, более-менее там какая-то стабильность последние два дня. Если вдруг компания Skyway Capital будет меняться курс, то как минимум за день, а то и больше компания разошлет сообщение, да, и мы вам на вебинаре это доведем и так далее. Поэтому следите за нашими информационными ресурсами в интернете, группе ВКонтакте, заглядывайте на свою электронную почту, вот, ну, иногда посещайте наши вебинары. Пока курс 1 к 75. Ну, и он даже сейчас заметно выгоднее, чем просто на бирже, вы знаете, да. Сегодня биржевой курс доллара был там 78,07, по-моему, вот буквально пару часов назад. Итак, коллеги, если нет никаких ко мне, как бы так, претензий, рекламаций, вопросов, если я вам уже надоел, тем более, да, давайте заканчивать вебинар. Вот. Завтра в 18 часов у нас в данной вебинарной комнате будет проходить презентация компании Skyway Capital. На нее вы можете пригласить тех людей, кому может быть интересен проект, те, которые, скажем так, интересовались давно, но куда-то выпали, которые, но все-таки хотят получать доход, да, те, кому интересно, скажем так, вообще, о чем идет речь, то есть завтра вы их можете пригласить. Будет дана краткая информация. Презентация ориентирована на людей, которые хотят разобраться, и попадая на эту презентацию, получив информацию, если она их немножко цепляет, эти люди начинают задавать вопросы. Вот для этого нужна презентация. А не для того, чтобы в течение, например, 4 часов рассказать все тонкости технологий, вы знаете, там, рассказать какую длинную-длинную историю, как это все происходило, вот, с картинками, с красками и так далее. Но я думаю, за 4 часа люди уснут. Хотя, наверное, есть те, кто способен удерживать внимание человека на протяжении 4 часов. Ну, например, Удаф, да, который напротив бандерлогов сидит, вот, они там танцуют так, как он хочет. Я к таковым себя не причисляю. Хорошо, коллеги, будем заканчивать. Сегодня в 20 вебинар Ларисы Артамоновой. Это... Субтитры создавал DimaTorzok